Всем добрый день! Я рада, что вы пришли. Сегодня я покажу очень простой рецепт. Как можно использовать просто йогурт? Не так банально, как мы привыкли съесть из банки и всё. Ничего сложного сегодня не будет. Рецепт очень простой, быстрый. Для завтрака с утра очень подходит. Я, наверное, сразу буду раскладывать стаканчиком, чтобы вы все могли попробовать. Вы, кстати, уже попробовали эти йогурты? У нас есть вот здесь стенд Green Idea. Там бесплатно проводят дегустацию. Можно попробовать йогурты, сыры. Есть тут кто-нибудь, кто не пробовал? Вы не пробовали ещё? Обязательно подойдите. Там можно попробовать все вкусы, которые у них представлены. Не только кокосовый и миндальный, которые я буду сегодня использовать. Там есть вишнёвый, маракуйя, я знаю. То есть ассортимент такой хороший. Плюс там прекрасные сыры европейского качества, веганские. Совершенно прекрасные. Я из них готовила. Они плавят с трус и всё, что угодно. С ними можно делать, как с обычными сырами. Итак, давайте начнём. Первое, что мы сделаем. Я, наверное, сразу разложу. Вниз можно в стаканчик. Это всё сделать в стаканчик. Вниз можно добавить перетёртые ягоды с виноградным сахаром или с сиропом топинамбура. Кто как употребляет. Или оставить их кислые на донышко стаканчика. Сложить. Почему, собственно, я выбрала такой простой рецепт? Потому что с утра, ну, по крайней мере, у меня, как Елена меня уже объявила, у меня трое детей. И с утра много и как-то там очень долго готовить времени нет. Потому что всех надо собрать в школу, собраться на работу. Поэтому завтраки у нас обычно очень простые и очень быстрые. Мы складываем на донышко ягоды, перетёртые с заменителем сахара. То есть виноградный сахар. Я уже сказала, да, сироп топинамбура. Или кто, если употребляет обычный сахар, тоже подойдёт. Можно вообще не класть. Я детям делала смородину просто без сахара. За счёт того, что йогурты довольно сладкие, гранола тоже прекрасно сочетается. Особенно шоколадная гранола с несладкой, допустим, смородиной. Вообще прекрасное сочетание. Ну, для вас я выбрала сахар, не сахар варенье, а без сахара. Просто для того, чтобы здесь сильно не пачкать, там, когда ягоды давятся, они брызгают. Поэтому я решила взять уже такой полуготовый вариант. Даже при этом. Даже так всё равно. Гранолу, кстати, можно тоже сделать самостоятельно. И она получается не менее вкусная, чем покупная. Даже хорошего качества. Я делала сама гранолу не хуже вкус. Тоже делала шоколадную. Ну, примерно такую, как я сегодня купила, привезла вам. В принципе, у нас тут не очень много, наверное. Наверное, достаточно будет, я думаю, всем попробовать. В принципе, казалось бы, можно просто налить йогурт и всё. Чего тут заморачиваться? Ну, так как это не очень сложно и не очень долго, я всё-таки рекомендую йогурт разбавить сливками растительными, естественно. Кокосовыми или соевыми. Или миндальными. Из таких вообще существуют. Я не видела. Кокосовые или вот я купила соевые. А, я купила овсяные. Мы разбавляем немножко. Собственно, для чего мы разбавляем йогурт? Разбавляем мы для того, чтобы гранола, когда мы всё это перемешаем, засыпем, она в себя часть жидкости впитает. И если не разбавить и не сделать йогурт пожиже, то просто будет сухо. Поэтому мы разбавляем, размешиваем. всё, собственно, вот и вся премудрость. Всё очень просто. Если вы делаете дома в прозрачных стаканчиках, и чтобы сохранялись слои, можно сделать вот так. То есть подложить ложку и одной ложкой вливать через другую ложку. Не просто сверху наливать, а именно через ложечку. Тогда у вас сохранятся слои, и будет красиво выглядеть ваш завтрак. Он будет не только вкусный, полезный, он будет ещё и очень красивый. Мне кажется, вкусный, красивый и полезный завтрак – это вообще залог хорошего настроения на весь день. Потому что если завтрак какой-то там быстрый, набегу, и вообще не особо красивый, мне кажется, и весь день будет такой. Всё-таки утро нужно немножечко… Мне кажется, утро нужно начинать вот с какого-то позитивного момента, с чего-то, чем-то себя порадовать сразу с утра, чтобы весь день потом заряд положительный иметь. Я разбавила йогурт сливками на глазок. То есть я каких-то определённых пропорций не соблюдала. Тут важно просто посмотреть на консистенцию. Йогурт должен немножко течь, но всё-таки не совсем быть жидким. Йогурт и Гринайдея, кстати, это российский уже продукт с европейским качеством, с европейским сырьём. То есть сырьё из Греции, а здесь уже идёт доготовка. Так, и давайте попробуем, как себя ведёт миндальный, например, йогурт. Проверим. Повторяем всё то же самое. Размешиваем его со сливками. Овсяные сливки не дают… Ну, вообще овсяное молоко, оно такое довольно-таки нейтральное, оно не даёт, например, соевого вкуса. Поэтому я люблю использовать либо овсяное, либо кокосовое. Кокосовое… Мне нравится просто кокосовый вкус, но есть люди, которым мне очень нравится, поэтому можно спокойно овсяным заменять, мы наливаем неполный стакан, оставляем место для гранолы. Где-то половину стакана. Потому что завтрак должен быть вкусный, полезный и питательный, чтобы до обеда мы спокойно насытились. Это получается недорогой завтрак. То есть одна баночка йогурта, немножко сливок, немножко гранолы. То есть это недорого, как принято считать, что там веганские продукты какие-то очень дорогие. для продукта высокого качества этот йогурт вполне доступный по цене. Все, и берем гранолу. Как я уже говорила, гранолу очень просто сделать дома, самостоятельно в духовке, смешать овсяные хлопья с какао-маслом, с какао-порошком, добавить ягод, орехов и все это запечь в духовке. Получается вкусно, полезно и не хуже покупной гранолы. Но если готовить некогда, то всегда можно купить хорошую, качественную гранолу. Здесь у нас на маркете здесь у нас много качественных, натуральных продуктов, в том числе гранола продается. Вот, собственно, все. Сейчас я достану ложечки и дам всем попробовать, всем желающим. Продолжение следует... Спасибо.